привет друзья сегодня у нас вторник второй день масленицы опять жарим блины сегодня заварные сделали сковородки у меня правда неравномерно жарит одна вот так вот странно прибегает а вторая то нормально нет это просто не сковородки это газ большой на этой комфорке вот так на двух сковородках а бабушка сегодня вот такие печенки спекла ребятишек уже накормила дафим ты поел уже вот протокол матвеин пришел с тагила вот он на первом месте здесь кмс выполнил обошел даже смотрите мастера спорта одного правда он старенький этот мастер спорта почти как дед наш ну мастер спорта да ну в общем вот так вот ну ладно все по старому так цыплят доставала ходила ночью корову проверяла цыплят в общем за ночь вылупилась 10 штучек а вот один из них инвалид к сожалению ножки чё-то пускает давай попозже мы на другой канал снимем ну что ты вот прям я не знаю а там не интересно будет тогда на этом посмотрят на втором не интересно будет поэтому мы снимем на дела хозяйские твою подставку нет не будем открывать интригу ладно пошла тут блины то горят всех накормили вот такая красивая получилась топочка так что вот смотрите видно теперь сколько ну это матвея тут уже вот бабушки сообщения родственники всех поздравляем с масленицей да а это воскресенье будет прощенное да что все знали да и так знает кто 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 масленицу знает тот опрощенное воскресенье дали знает да ну ладно 23 числа начинается великий пост так это самое мы с тобой что варить то будем у нас тут мясо варится уже с 6 утра дед его что ли поставил да или ты ставил дед наверное вот с костью воевал воевал с костью их разрубить взял ободрал мясо и собаки внес алеша управился сейчас в общем все нормально чем поехали мы до магазина сейчас да надо мне на почту заехать и все надо куда мне еще надо да вроде и все не знаю я соображу еще ничего не сообразила только отработала сразу поехали тима с нами едет скользко воде сейчас школу за пойдет так что пристегиваемся давайте сейчас даже еще не решили в какой магазин ехать так ну что едем в пятерочку решили поехать нет ну там еще метка исходит что там я не знаю какой крупнее в общем он меня повез куда-то в большом истоке ну соседний так скажем поселок это или чего это вот для разнообразия не знаю зачем мы туда поехали в общем посмотреть что там за магазин хотя все я говорю все все у нас есть в нашем городе ну так ладно прогуляемся маленько вам покажем он рыбак стоит рыбачит как у нас весна продвигается маленько покажем ведь уже повыше река то стало лишь поднимается русло там вот вот сидим сейчас рассуждаем нет тогда это сцепление то так и не доделал надо было менять корзину он что-то решил что она слишком будет дорогая эта корзина в сцеплении какая-то корзина там не знаю вот ну в итоге вроде визуально он ее смотрел вроде нормально не стал общем заказывать ему собрали а сейчас ему не нравится как работает сцепление вот сейчас сейчас надо бы заказывать а в связи с этой видимо ситуации сцены повышают резко была на три с половиной тысячи корзина сейчас уже вроде как пять с половиной и даже говорят возможно дороже придет в общем заказать то вроде заказали ну цена не стабильная общем вот так вот получается кажется надо было сразу ее ставить и уже не было бы проблем ну ладно как вышло так вышло бензин 45 40 92 еще пока не подняли бабушка у нас конечно переживает муку опять заказала она мне боится что цены на все в три раза поднимутся как будем жить в общем чем да тем более что сейчас расскажу заправляться ой кто-то спит у нас совсем спит это ну тем более что сейчас алёша на работе передвижки он меняет так скажем свою должность но он ее вообще-то уже давно оставил эту должность но там у них в общем и сокращение и в общем передвижки на работе остается в этой в этой же сфере но теперь на другую должность переходит будет сейчас руководителем центра гтон будет принимать гтон населения в общем руководить вот такие вот такой структурой его ставят ну он так сказать в сфере как это сказать государственной поэтому тут они от него ничего особо не зависит и в общем вот так в общем вот такие вот дела поэтому и цены растут и зарплата снижается так скажем поэтому не знаю что нас ждет впереди ну будем опираться на собственное хозяйство наверное вот только и остается что надеется на хозяйство что все равно выживем дафимка ты спишь то почему ну ты чё ж сегодня и выспался что ли это я сегодня я даже будильник сегодня ночь уставила на два часа заиграл пошла корова смотрела в общем лежит наша корова как обычно в общем ничего не происходит все ждем вот не знаю кто у нас там чего будет ну вот сегодня светлана мне написала что у нее не доходило до срока и родился мальчик ну то бишь бычок не знаю посмотрим я говорю у нас тогда она я считаю что немножко переходила была тёлка может быть и может наоборот все по приметам то не знаю ладно поехали в общем сейчас пахнет не люблю этот запах бензина мне аж тошнит опять беляшом что ли да у нас было я думаю по теории вероятности все таки должна быть у нас девочка бабушка правда говорит наверно бычок будет в общем в общем ставим ставки господа что у нас будет погадаем на кофейной гуще называется да у нас была тёлка потом был бычок сейчас по сути должна быть тёлка по очередности так что мы очень на это надеемся по крайней мере а мы сейчас а мы сейчас да что сюда то поехали корм надо нет пробка по светофору проедем наш рынок где корма берем еще никого не продают еще весна только первый день весны да с чем всех и поздравляем да сегодня 1 марта вот там такие баньки бочки у нас продают здесь тут вот все будут продавать рассаду потом вот в этих ограждениях всех лоточках ларечках что-то мужики по крыше снег снег думаешь да ну да у них тут пиломатериал на голову и цепится все пиломатериал жутко дорогой тоже стал как-то так да Алеша предлагает вот в эту пятерку сходить не знаю большая или нет а монетка не больше нет ну ладно неважно пойдем сюда я мой любимый размер тут здесь тут любимый размер так на помидор все мы вышли в общем Алеша в принципе понравилось все здесь в том плане что что это тихо, тихо здесь Фима, давай никого нет особенно, ну, эти будни день Фим, ну не спи, давай быстрее ехать так что, в общем, нормально ехать недалеко, как оказалось поспокойнее сейчас только машины начинают подъезжать видите, мы подъезжали, вообще ни одной машины не было мы одни были в магазине вот и как-то по свежести по свежести, ну, более-менее в общем-то, я и молоко свежее взяла и кефир нашла свежий есть, есть, и булочки свежие взяла не, нормально, в принципе, можно ну, может, мы удачно так попали, что завоз как раз был все, сходи, отвечаю сейчас сходи мне в магазине не давал ходить, все у него он в школу, в общем, пришел, его уговаривают друзья, ну, как бы их классом приглашают везти в аквапарк в город, не знаю, в какой день даже еще не знаю, нам не скидывали в родительскую группу вот, и вот, друзья у него едут а он не может решиться ехать ему не ехать, в общем там же надо плавать он плавать не умеет ну, как плавать там там, конечно, можно не плавать но что он и говорит, что я-то говорю, так не ездить там плавать, наверное, надо уметь вот, он говорит, я плавать и не буду там сауны, мы будем с пацанами там по саунам ходить, и потом просто в джакузи там есть, да всякие, мол, развлечения если не на глубине ну, там как бы следить, конечно, за ней будут короче говоря, не знаю вроде как решился и все еще сомневается но меня замутило и хочет, чтобы я за него решила а я не решаю, чтобы он сам учился принимать решения хочет он, не хочет такого развлечения в общем, вот так вот вроде написал, поедет не знаю, сейчас еще, может, передумает вот о чем мы и беседуем с ним все это время он уже в школе Матвей сейчас уже должен прийти уже третий час, полтретьего уже не знаю, сейчас мы успеем нет, снять обзор на сравнить цены чего там мы насравнивали в пятерочке в общем, наверное, успеем вот, а потом я на работу ухожу сразу так вечер, друзья что мы сегодня делали ну, пойдем, покажу маленько как там переселили цыплят что-то я не знаю я сегодня ничего не снимала что-то ленилась ну, сейчас покажу вам хоть цыплят да и ладно в общем, я все закончила с инкубатором как видите стол освободился инкубатор убрала ну по итогу что получилось завтра я итоговый ролик сниму есть пару коллег вон они, видите лежат все кверху пузиком ну, это даже не смотрите они, как правило первые трое суток умирают такие коллеги их буквально две штуки поэтому близких показывать даже не буду я сама не убиваю честно говоря может кто-то и убирает сразу их но я не убиваю в общем, они у меня сами по себе кувыркаются барахтаются потом, в общем естественным образом отходят потому что они не едят ничего ну, в общем это такие велосипедики короче то ли вот это вот то, что поворотное у меня несовершенное в инкубаторе может быть просто яйца действительно такие да и выход в общем сами видите какой нет, он в принципе мы в выгоде остались но я в общем об этом ролик снимаю от самого начала да, от закладки яиц там, где я рассказывала откуда это яйцо чего оно как короче говоря вот этот ролик в ближайшие дни на дела хозяйских смотрите кому интересна эта темка вот и там я расскажу сколько вышло сколько не вышло сколько что и как вот так что пока не буду тоже слишком рассказывать ну вот так вот а в принципе ребята неплохие пьют едят как настоящие бролеры все я им полную тарелку ставила уже смотрю половину лишь бы на ночь хватило вот так вот пока вот так вот решили расширить им потому что площадей не хватает уже и второй ящик пришлось сегодня сменить на более большой большой и вот это вот ящик вниз из-под инкубатора короче говоря застелили буквально дней 3-4-5 смотря какая погода будет и на веранду они пойдут уже в теплый ящик на теплый пол ну пока что там холодноватый воздух для них поэтому пусть пока пупики подтянут эти 3-4-5 дней посмотрим как они будут как будет погода как будет температура на веранде вот и они у меня переедут уже я думаю к выходным в тот короб чтобы здесь сильно не пылить все равно от них пыль летит везде в общем вот такие вот дела творятся вот этим всем занимались потом занимались весь вечер уроки смотрели делали кому что надо было все помогало я им вот разбирали все вот и все больше особо дел не было корове бегаем конечно все смотрим все пока по старому вот такой денек сегодня так что так что все прощаюсь камеру сдаю Алеша пошел монтировать что вышло то вышло сегодня в общем смотрите что есть может быть кому это и не нравится что ролики небольшие но я говорю насколько хватает сил у меня моральных и материальных чего уж там говорить да потому что всякое настроение сейчас может быть вот иногда то улучшается то ухудшается в общем вот так не новости чего стоит что там говорить ладно все давайте до завтра пока 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 Продолжение следует...